Всем здравствуйте! С вами Актуально о коммунальном и в ближайшие 20 минут вы узнаете о таком. Ямочный вопрос. Автомобилисты и коммунальщики поделились впечатлениями от запорожских дорог. Состояние, конечно, плохое после зимнего периода, но по сравнению с прошлым годом лучше. Ждали деды, а дождались внуки. Жители трех аварийных домов могут в этом году обзавестись новыми квартирами. Главное переехать, чтобы детям не тихло на кровь и не болели. Разговор о миллионах. В мэрии поведали, как хотят благоустроить город. Планируем есть проект по проспекту Майковского. Выделено порядка в бюджете 23 миллионов. Это деньги запланированы на кронацию, на приведение зеленых зон в порядок. У запорожских автомобилистов есть хоть небольшой, но повод порадоваться. С потеплением в начале февраля активизировался ремонт дорог. В первую очередь технику направили на самые проблемные участки. Среди них и улица Седова. Ям здесь действительно хватает. Пойдемте узнаем, надолго ли они исчезнут после ремонта. Седова в аварийном состоянии, особенно участок от Кольца, от Зои Космодемьянской до Брянской. В очередь в аварийном ситуации, аварийные ямы. И вот мы второй день забиваем аварийные ямы. Если не будет таких резких перепадов, ну сезон держится. Если мы весну делаем, то до зимы мы, может, кой дед забиваем ямы. То есть каждый год, да, ремонтируем? После дождей, после зимы ее больше развивает. Она требует более среднего капитального ремонта. В день где-то получается порядка 100-150 квадратов в среднем мы идем, убираем. Состояние, конечно, плохое после зимнего периода, но по сравнению с прошлым годом лучше. Да, потому что в прошлом году было сделано больше, ну много было сделано среднего ремонта, а после среднего ремонта ямочности меньше появляется. Конечно, лучше асфальт, потому что покрытие однородное, и, соответственно, все характеристики торможения, скольжения, как бы водитель понимает, да, ну попадая на плитку, там другие коэффициенты. Но что дает плитка, да, допустим, в зимний период времени, когда технологически сложно, допустим, положить асфальтобетон, плитка, конечно, спасает. Каково же общее состояние дорог нашего региона? Если убрать эмоции, ответить можно с помощью цифр. Итак, согласно данным службы автодорог в Запорожской области, если взять все дороги Украины, то доля запорожских занимает 4,3%. Это 6 986 километров. Всего только половина процента отвечают современным нормативным требованиям. С мостовыми переходами ситуация лучше. 48% отвечают требованиям, тем не менее в аварийном состоянии 42%. На все про все дорожникам области Украфтодор предусмотрел чуть более 470 миллионов гривен. Из них почти половина – 200 миллионов на строительство запорожских мостов. Мосты – тема отдельная и очень болезненная для запорожцев. Вернемся к ситуации на городских дорогах по состоянию на февраль. Мы попросили наших зрителей прислать видео самых проблемных на их взгляд участков, либо же просто поделиться впечатлениями от поездок по Запорожью. И вот что мы имеем. Это у нас, ну, говорит, улица Пятца. Вот начинается дорога. В этом году на ремонт, средний ремонт, планируется порядка 56-60 миллионов гривен. А в том году было приблизительно 35-40. Приблизительно порядка 10 миллионов квадратных метров таких дорог есть. Если за 5 лет их делать, то, в принципе, их можно сделать. А по деньгам эта сумма, конечно, колоссальная. Ну, думаю, где-то миллионов 600-700, не меньше гривен. Подробнее о планах чиновников по поводу ремонта дорог и в целом благоустройства Запорожья вы узнаете в конце программы, а сейчас о других новостях в сфере ЖКХ. Около сотни улиц, а также парки и скверы обрели новые названия. В Запорожье состоялась историческая, по мнению самих депутатов, сессия горсовета. Было переименовано три района. Жафневый решено назвать Александровским, Орженикидзовский – Вознесеновским, Ленинский – Днепровским. Проспект Ленина получил название Соборный. Часть улиц названа в честь известных граждан Александровска и Запорожья – исторических топонимов города. Кроме того, принято решение о демонтаже памятников Ленину, Дзержинскому и Бюста Орженикидзе. Сделать это планируют до 19 марта. До конца февраля городская власть обещает очистить город от прошлогодней листвы. Коммунальщикам взялись помочь промышленные предприятия. Темп работы ускорился. В мэрии поставили задачу ежедневно вывозить листву по 20 адресам в каждом районе города. И таким образом за 10 дней, то есть до конца февраля, закончить эту работу. В теплосетях объяснили большие суммы начислений за тепло в январе. Главной причиной подорожания назвали низкую температуру. Таким образом, в домах, где нет четчика тепла, вместо утвержденных 14,5 гривен, квадратный метр обошелся в более чем 20 гривен. Как отметили в теплосетях, порядок начислений прописан постановлением Кабмина и был в Запорожье выдержан. Возможно, в этом году 20 запорожских семей получат новые квартиры. В мэрии запланировали отселить людей из ветхого жилья. Такая программа, говорят, не реализовывалась уже много лет. Первыми, кто может получить квартиры, станут жильцы аварийного дома на Артема 8, а также этих двух домов 17 и 19 по улице Посадочная на Павлокичкасе. Решение пока только готовится на сессию Горсовета. Как сейчас живут люди, пойдемте посмотрим. Вот заходите, сейчас посмотрите спальню. А вот это у нас, когда спальня и потолок падал, у нас потянуло стенку в зале. Вы не разбувайтесь. Мы там уже давно не ходим разбукать. А здесь никто не пострадал? Нет, за полчаса до того, как упал, где два раза шла, игрушки взяла и пошла на улицу гулять. Я как раз закрыла дверь, малая спала, она как рухнула, так вообще как бомба какой-то. Это у вас санузел, да, я так понимаю? Да. У нас здесь получается только отопление, туалет и холодная вода. Газ привозной в баллонах, ванны нет, душа нет. У нас душик-тазик. Так что, привыкли уже за столько лет. Что за малый такой? Ну, зайчик. Сыпется сверху у нас. Там отсев или что? И что заходит сюда, оно сыпется. Вот это мы не убираем. Потому что, как только дождь, оно хоть и закрыли, а все равно сыпется. А тут, как течет, я каждый год делаю ремонты, а теперь я же не делаю ремонты. Потому что здесь у нас такая сырость. И течет, тут не подставишь, нигде ничего не сделаешь. Как течет, там у нас корыто стоит. Мы, как вода налилась, она тогда течет, а если она переполненная, а ночь. Ты же не полезешь ночью на крышу, чтобы подставить это самое. И вот это ходим, выливаем. В декабре 2015 года были сюда все специалисты привлечения, в том числе и специалисты санэпидстанции, НИИСКО. И по выводам этой комиссии, все-таки вынесено решение, что эти два дома необходимо признать аварийными. Почему? Потому что состояние и износ конструкций основных не дает возможности выполнить ни капитальный ремонт, ни тем более каким-то текущим ремонтом и восстановить ничего невозможно. И тем более присутствие грибка уже в квартирах дает, так санэпидстанция дает вывод, что все-таки проживание оно небеспечное для здоровья. Мы видим следы замоканий. НИИСКО исследовав сегодня конструкцию, вот мы видим явное промокание, которое образование уже потом грибка. Необходимо отселение людей. По заключению специалистов, окончательное решение не за членами комиссии, но такое решение примет. Честно, мне уже все равно туда переезжаем. Лишь бы это было все быстрее, потому что впереди весна, я не знаю, что мы будем делать. Тут такие потопы происходят, что просто прогнеты получили на первый этаж. Главное переехать, чтобы детям не текло на голову и не болели. На сегодняшний день департамент ЖКХ готовит проект решения о признании этих двух домов аварийными и отселении этих жильцов в другое жилье. Это не значит, что дома уже сейчас будут сносить, как наши интернет-издания уже распространили информацию. На сегодняшний день мы признаем эти дома для того, чтобы начать программу, большую, серьезную программу, которая уже десятки лет не работала, о все-таки убрать с лица нашего города аварийное и ветхое жилье, а людям, которые там проживают, выделить квартиры. По посадочной 17-19, значит, необходимо отселить, отселить 9 семей с 17-го дома и 8 семей с 19-го дома и приобрести 17 квартир. 4 трехкомнатных, 7 двухкомнатных и 6 однокомнатных. На это все надо 12 миллионов 400 тысяч гривен. Это если смотреть по курсу Нацбанка и вторичному рынку. В городе ведется все-таки строительство нового жилья. Вот есть будет сдаваться дом по улице Новокузнецкой. На самом деле, то есть там можно вложиться от 10 до 11 миллионов на приобретение этих квартир. Но проблема в том, что сдача в эксплуатацию конец 16-го года. То есть нам надо провести переговоры с ДСК, понять, приобрести эти майновые права и только тогда решать вопрос об отселении этих жильцов и дальнейшей эксплуатации этих двух домов. Пески это единственный вариант или будут учитываться пожелания жильцов, в каком районе они хотели бы жить? Пожелания мы, конечно, учтем, но в данной ситуации я считаю, что люди получат, ну, они живут в бараках, грубо говоря, они получат новые нормальные квартиры, если это будет приобретено на первичном рынке. Поэтому здесь уже, как говорила Стаббендер, торг неуместен. В этом году эту программу надо запускать. Городской голова поставил четкую задачу. В течение пяти лет мы должны решить проблему ветхого и аварийного жилья. У нас не только на Кичкесе, у нас есть и в центре города, даже в Невый район, это и по улице Артема, Кирова, есть дома. Они в основном небольшие, людей не так много там проживает, которых надо отселять. Но это порядка 18 домов по городу. Ну, я сейчас точно даже не скажу, потому что полную дефектовку и анализ никто не делал. Мы сейчас только этим занимаемся. Поэтому это будет видно где-то, ну, программа, общая программа по ветхому жилью и аварийному будет где-то, наверное, к июню, к июлю месяцу. Зима заканчивается, а значит, скоро активизируются все ремонтные работы в Запорожье. Что в этом году планирует городская власть и как будут благоустраивать город, об этом узнаем у заместителя мэра Владимира Волобуева. Владимир Александрович, по поводу ремонта дорог. Активизировался Элуат, пока это только ямочные ремонты, когда начнется что-то более основательное. Ну, что бы я вам хотел сказать. Проблема дорог – это проблема номер один. Данный вопрос находится на особом контроле городского головы Буряка Владимира Викторовича. И данный вопрос находится на моем контроле, так как замокурирующие работы коммунального предприятия Элуат и дорожных служб. Сказать, что коммунальное предприятие Элуат активизировалось, наверное, будет неправильно. Мы провели совещание с правоохранительными органами, с райадминистрациями, с жителями и приняли для себя решение, что в кратчайшие сроки нужно провести ямочный ремонт тех участков, где есть аварийные у нас ситуации. Если, конечно, вам интересно, было рекомендовано составить еженедельный график по проведению ямочных ремонтов. Идет ежедневный отчет райадминистрации и коммунального предприятия Элуат по выполненным объемам ямочного ремонта. На сегодняшний день при возможности плюсовой температуры и по договоренности с Автодором мы берем асфальтно-бетонную смесь для ямочного ремонта. А в большей степени у нас ямочный ремонт проводится с помощью брусчатки. На сегодняшний день это самый оптимальный, самый дешевый способ для устранения этих аварийных элементов. Что сказать по срокам, когда в полном объеме мы начнем делать? Есть определенные технологические требования к проведению ремонтных работ. Ремонтные работы целесообразно начинать при температуре плюс 10, и эта температура должна быть постоянной. Поэтому я планирую, в ближайшее время мы проведем подготовку, хотя у нас техника вся готова к работе. Тормозящим процессом у нас является проведение тендеров. Тендеры объявлены в вскрытие лотов в середину начала марта месяца. После вскрытия мы определяем, кто победитель, заключаем договора. Я думаю, при благоприятных условиях мы уже готовы приступить к капитальному ремонту, среднему ремонту дорог в начале апреля 2016 года. Сколько денег в этом году будет выделено по сравнению с прошлым годом? И можно ли сказать, что это финансирование позволит закрыть проблему дорог в течение пяти лет, как того мэр обещал, собственно? Да, на сегодняшний день деньги в бюджете у нас есть. Мы приняли следующее решение. Проведение ремонтных работ в данном в 2016 году мы предлагаем поделить его на два. Первый этап – это тот тендер, который мы объявили. Сумма выделенных с бюджета средств на проведение среднего ремонта текущего более 56 миллионов гривен. Что бы я хотел заметить, это большая сумма практически на 6 миллионов, которая выделялась в предыдущие периоды. После проведения тендера ставится задача тому предприятию, которое выиграет в кратчайшие сроки, то есть май-июнь, выбрать данные средства и выработать те объемы. И мы планируем провести второй этап, если, опять же, погода нам будет позволять и работа асфальтных заводов позволит нам увеличить объемы. Депутатский корпус настроен на то, чтобы выделить эти деньги. И планируем провести второй этап ремонта дорог. На чем бы я хотел бы остановиться? На сегодняшний день выделено и утверждено в бюджете порядка 8 миллионов. Это на ремонт дорог частного сектора. Данные суммы были распределены по районам на усмотрение депутатов, жителей и руководителей районных администраций, какие улицы будут проводиться. Пошли по нестандартному пути по ремонту внутриквартальных дорог. На внутриквартальной дороге в этом году выделено порядка 25 миллионов. Нами было принято решение, что кто лучше знает, какие дороги сделать в первую очередь. Это, естественно, наши жители, руководители районов и депутатский корпус. Поэтому сумма денег, которая выделялась на внутриквартальные дороги, в зависимости от количества внутриквартальных дорог, было процентовки поделено по каждому району. И заказчикам, и главным распорядником будут райадминистрации. Сейчас сделаны бюджетные заплаты, которые подтверждены. Я думаю, в кратчайшие сроки, также в зависимости от погоды, от проведенных тендеров, мы увидим работу наших районных администраций. Сумма на внутриквартальные дороги больше, чем в том году? Да, больше. Практически тысяч на пятьсот, на шестьсот. Опять же, мы будем смотреть по объемам, как подрядчик, который выиграет, будет справляться. Проблем выделения финансированных для выполнения работ я не вижу. На сегодняшний день я же заявляю, что деньги в бюджете есть, стабильно работаем, никаких проблем, которые могли бы помешать выполнению запланированных объемов, у нас нет. И последний вопрос по поводу благоустройства в плане парков, скверов, фонтанов. Может быть, что в этом году такого оригинального, глобального планируется? Ну, по реконструкции хотел бы, опять же, вернуться к тому, что планируем, есть проект по проспекту Майковского. Выделено порядка 20, в бюджете 23 миллионов. Это деньги запланированы на кронацию, на приведение зеленых зон в порядок, плюс экологического фонда. Порядка 4 миллиона у нас запланировано на высадку новых деревьев. Будут скверы приводиться в порядок. Опять же, в течение года у нас планы есть, они все расписаны. Ну, давайте начнем с этого, чтобы прийти, посмотреть, к чему мы пришли. Спасибо за беседу. Вам же мы желаем всегда хорошей погоды в доме. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!